садимся удобнее появляются зрители у нас нас проходит рог одновременно в трех каналах youtube facebook и телеграм открываем главу которая называется хукат хукат название главы переводится постановление постановление причем что интересно что сказал бог мошей аарона в начале главы зод хуката тура который приказал бог говоря значит хутим это главное как говорит намусна тора значит хутим это главное в торе почему потому что вот именно на постановлениях на непонятных постановлениях и особенно на постановление красная корова именно вот здесь проверяется настоящая вера человека или он верит по-настоящему и он преданный и он убрал свое эго свое понимание да то есть хутим это то что непонятно и он говорит я верю и буду слушаться бога или он говорит нет я больше все-таки в этом мире верю себе и верю своей логике а всевышний но там где я моя логика сходится со всевышним я с ним там где не сходится на первом месте я на втором месте всевышний значит и поэтому эта глава она в принципе самая драматическая одна из самых драматических глав в торе была хотя если так вот по большому счету вдуматься то очень много было драматических моментов прямо с начала торы бог создает первого человека говорит ему от дерева познания добра и зла не ешь и он есть драма драма такое прям события дальше сыновья первого человека каин и эвель и между ними возникает конфликт и каин убивает эвеля драма огромная драма убийство вообще дальше все человечество не хочет идти по пути бога и бог делает потоп всемирный потоп и все человечество погибает в потопе драма огромная драма вообще представляете все человечество стирается и погибает в потопе дальше после потопа из семьи ноаха сразу после потопа ноах и его три сына и один из сыновей значит по преданию по уснаторию он кастрирует ноаха папу своего чтобы больше не было детей страшная вещь вообще да то есть куда и ноах проклинает но не может проклясть своего сына потому что все вторые детей ноаха сыновей благословил бог а тот кого благословил бог нельзя проклясть и ног проклинает его сына к на на значит к нам сын хана сын хама и сказал что твои потомки будут рабами действительно мы видим что потомки к на на были рабами и проклятие сбылось огромная драма авраам первый человек авраам и он а вавилонская башня вавилонская башня когда когда построили все люди на земле построили башню чтобы сделать войну против бога вообще бог смешивает языки поселяет у них называется это сенат хинам бессмысленная беспричинная ненависть друг другу чтобы они не могли объединиться потому что когда все люди объединяются это огромная сила вообще объединение людей это огромная сила и все в мире проблемы начинаются когда люди начинают воевать друг с другом разъединяться конфликтовать и в этот момент начинается начинается разрушение мира и наоборот когда люди объединяются ова любовь объединения в этот момент все соединяется все работает все соединяется со всевышним то когда люди объединялись ради плохой цели чтобы сделать войну против всевышнего всевышний смешал языке и сделал так чтобы они поселилась вражда у них появилась зависть вражда друг другу еще одна драма авраама вину вся его жизнь это огромная длинная драма сад содом и амора потом в еврейский народ выходит из египта бог выводит из египта и написано 10 раз гневали всевышнего пока месте полностью не разгневали его от золотого тельца до до грех мироглим разведчиков отказали зайти в землю израиля и всевышний повернул на 40 лет пустыне вот прошло 40 лет пустыне начинается глава хукат они законом что есть есть непонятные вам вещи хукат вот этот закон красной коровы это непонятная вещь и после этого после этого начинается следующий драматический момент рассказано о духовном очищении то есть о духовной нечистоте и о духовном очищении которое наступает через скрупулезное выполнение непонятного закона про красную корову и после этого после этого тора нам рассказывают что умерла мирьям мирьям сестра машерабейн умерла и вместе с ней закрылся колодец закрылся колодец из которого они пили воду и они достались без воды и когда они остались без воды значит они опять начали возмущаться и восставать против машерабейну они начали против него кричать возмущаться за и опять говорит те же самые тексты зачем Ты нас вывел из Едипта Зачем? Хотя они уже 40 лет прошли По пустыне Уже практически умерли те, которые Не захотели зайти в землю Израиля Видели они все Все вот эти вот Бога знамения И вот сегодня как раз Сегодня у нас третий отрывок И сказал Бог Маше Возьми посох И собери весь народ Ты и Аарон И будете вы говорить К скале, скажете вы К скале на их глазах И она даст вам воду Которая уже была в этой скале Просто для того, чтобы пошла вода Нужно было сказать То есть Вишни говорит Я уже еще раз я покажу Что Маше Робену пророк И говорит только от меня И что даже то, что вам кажется плохим По факту я подготовил для вашего добра И даже эта пустыня И эта скала И все неприятности, которые происходят Человеком А не для того, чтобы человек Вырос, что-то выучил Понял, осознал Приблизился ко Всевышнему То есть Всевышний говорит Хорошо, я еще раз покажу вам Значит Скажешь Скажешь Этой скале Скажешь Этой скале И она даст вам воду Так Бог сказал Так Бог сказал Маше Робену Что вы Значит И напоите Народ И даже их скот Тоже напоите И взял Маше Робену Мате Посох его Вот этот Известный посох Которым он делал Все знамения Которым он делал Эдипетские казни Он все это время Лежал в Ковчеге В Ковчег Завета И взял он этот посох И стал перед Богом Как ему приказал Бог Маше Робену Делал все Только как Бог приказал И собрали Маше И Арон Всю общину Перед скалой И сказал И сказали им Послушайте-ка Восстающие Вот из этой Вот из этой скалы Вытащу я вам воду Так он Можно прочитать это Со знаком вопроса То есть Они собрали и говорят Смотрите Нет воды Но то что вы начинаете Вот когда у человека Есть какая-то Неприятная ситуация Да У человека в жизни Есть что-то Что ему не нравится Не дай Бог Он заболел Не дай Бог Он с тем-то поругался Не дай Бог Ему что-то не нравится Наступает момент Когда Реальность Идет По мнению человека Против него То есть Реальность Там у них была Крайняя ситуация Не было воды Они Смерть от жажды Это очень страшная смерть Они хотят пить Воды нет Пустыня В этот момент У человека есть Разные реакции Кто-то Он Начинает Жаловаться Ему становится Жалко себя Он начинает Плакать И он начинает Искать Виноватого Он говорит Ой Кто Кто Меня сюда завел Плохо Мне плохо Нет воды Болею Нет денег Нет того Нет всего Кто же виноват Где же этот виноват И кто виноват И в итоге Он находит Виноватого Всевышнего Он говорит Это Всевышний виноват Всевышний плохо Ко мне относится Всевышний меня не любит Я такой хороший А он мне делает плохо То есть в итоге Человек Выступает против Всевышнего Обвиняя его В своей неприятности Второй вариант Человеку плохо Нет воды Его кто-то обидел Нет денег У него какая-то яма Плохая ситуация Второй вариант Он Начинает гневаться Он говорит Как меня все достали Как меня И он начинает Та же самая Реакция Только он Направляет Свою агрессию Вовне То есть Когда ему Жалко себя Он Он Боится Направить Агрессию Вовне Он ищет виноватого Это такая Скрытая агрессия Когда человек Жалуется Это скрытая агрессия Когда человек Возмущается Действует Агрессивно Это открытая агрессия Значит Здесь Они Действовали Открыто Агрессивно И они Выступали Против Моше И против Аарона И против Всевышнего И Значит Моше им говорит Хорошо И поднял Моше Свою руку А есть еще Третья реакция Кстати Есть третья реакция Какая третья реакция Третья реакция Она парадоксальная Она необычная И Есть Вот Есть такая книга Называется Сад Благодарности Раф Шалом Аруш Он всю книгу Доказывает Такую простую вещь Что Всевышний Ничего Не делает Для того Чтобы принести в речь Человеку Всевышний делает Только Только Добро От Всевышнего Идет только добро Поэтому Если есть Какая-то Неприятность Нужно Благодарить Всевышнего Говорит Царь Говорит Раф Шалом Аруш Псад Благодарности Благодарить За неприятности За то Что 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 Денег За то Что Он Болезнь Эту Дал Благодарить Его И просить Только Открыть Что Всевышний Хочет Чтобы Я сделал Для того Чтобы Я научился Понял Осознал Этот сигнал То есть Этот сигнал От Всевышнего Ну Например Человека Будет Кто-то Кто-то Будет Чтобы Человек Не опоздал На самолет Это же Неприятно Ему звонят Будет На него Льют воду Говорят Ему Пробудись У тебя Самолет Ты должен Лететь На очень Важное Для тебя Вероприятие То есть Иногда Всевышний Он Пробуждает Человека Очень Очень Ну А человек Не просыпается Тогда Его Будят Сильнее 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 И в конце Конца Он Просыпается Говорит Что вы Меня Будете Кричит На них Плачет Зачем Вы Меня Разбудили Ему Говорят Послушай Это у тебя Самолет Ты же Летишь Получать Нобелевскую Премию Или Выигрывать Миллион Долларов Лотерею То есть Тебя Надо было Разбудить Он А Спасибо Если Б Я знал Так Вот Третья Реакция Говорит Раф Шалумаруш Это Сразу Когда Есть Неприятность Сразу Говорит Спасибо Перескативая Через Глупые Предположения Что Кто-то Или Что-то Хочет Сделать Тебе Зло И Значит Благодарить Всевышнего Спасибо 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 И Говорит Раф Шалумаруш В какой-то Момент Тебе Открывается Путь В Заслугу Благодарности И Того Что Ты Не Восстал Против Всевышнего Тебе Дается Значит Все Что Тебе Было Нужно И Так Оно Работает Маше Робейну Он Поднял Он Свою Руку И Ударил По Скале Значит Посохом Два Раза И Вышла Вода Много Воды Вышло И Пил Весь Народ И Их Скот Два Раза Он Ударил И Сказал Бог Маше Вот Теперь Послушайте Что Дальше Произошло Это Драма И Арону Не Поверили Вы В Меня Для Того Чтобы Осветить Меня На Глазах Всей Общины Израиля Поэтому Не Заведете Вы Эту Общину В Землю Которую Я Дал Им И Вот Они Воды Мырева Значит И Эти Воды Вот Это Место Назвали Воды Соры Которые Ссорили Сыны Израиля С Богом И Там Он Осветился Значит Это Драматический Момент Что Машер Абейну Из-за Того Что Он Разгневался В этот Момент И Он Вместо Того Чтобы В гневе Он Он Был Глубоко Возмущен После Всего Что Он Делал После Того Как Он Всю Жизнь Положил Для Того Чтобы Помогать Еврейскому Народу После Всего Этого Они Опять Против Него Восставали И Он В момент Гнева Человек Теряет Даже Такой Человек Как Машер Абейну Он Теряет Теряет Способность Здраво Рассуждать И Он Вместо Того Чтобы Сказать Скале Значит Дай Воду Он Ударил По Скале Два Раза И На Его Уровне На Уровне Машер Абейну Было Этого Достаточно Чтобы Бог Сказал Что Вы Теперь Я Сейчас Не буду Уходить В глубину Почему На Их Уровне Это Было Проявление Недоверия Ко Всевышнему Может Быть Вот То Что Это Находится В Главе Красной Коровы Где Малейшие Нюансы Которые Кажутся Нам Нелогичными Но Тем Не Менее Бог Требует От Нас Как Б Точного Соблюдения Того Что Он Сказал И Тора Нам Сохранила Вот Этот Момент Именно В этой Главе Что Машера Бейну Нарушил Волю Всевышнего Казалось Бы В мелочи Что Он Сделал Он Вместо Того Чтобы Сказать Скале Он Два Раза Ударил Посохом Ну Что Но Все равно Это Было Свечение Имени Всевышнего И Все равно Народ Пил Воду Но Оказалось По Мнению Всевышнего Что Это Было Причиной Что Машера Бейну На его Уровне Не Выполнил Волю Всевышнего И Он Был За Это Наказан И Они Не Зашли В Землю Израиля Очень Здесь Интересная Одна Есть Деталь Маленькая Которую Я Сегодня Узнал Но Я Так Глубоко Не Думал Не И Следовал Но Она Очень Интересная Значит Говорит Нам Раши Такой Комментарий То есть Он Из устной Торы Все Везде В текстах Разъяснял Письменную Тору И Он Говорит Там Такую Вещь Что Когда Машера Бейну Родился Звездочеты Астрологи Паро Астрологи Фараона Сказали Фараону Родился Спаситель Народа Израиля Мессия Машер И Он Будет Наказан Он Будет Наказан Они Сказали Через Воду Через Воду И Фараон Тогда Приказал Всех Родившихся Детей Бросать Топить Их В Ниле Потому Что Они Ему Сказали Что Он Будет Наказан Через Воду То есть Это Будет Его Слабым Местом Где Он Будет Наказан И Раша Говорит Да Действительно Только Фараон Хотел Его Утопить Тогда В рите Но Тогда Его Мать Поставила В Корзиночку И Он По Нилу Выплыл Дочка Фараона Его Подняла Но Здесь Он Был Действительно Наказан Через Воду То есть Мы Здесь Видим Что Пророчество Не Пророчество А предсказание Этих Вот Астрологов Сбылось И Меня Это Очень Сильно Удивило С одной Стороны Меня Удивило Откуда Они Могли Знать Неужели Настолько Звезды Могут Показывать То Что То Что Было То Что Будет Какие То Вещи Но Вот Тем Именно Воды Воды Соры Да Именно Мы Видим Здесь Сочетание Факторов Гнев Сора Мы Видим Еще раз Ситуацию В которой В момент Стресса Человек Теряет Контроль Над собой Теряет Теряет В принципе То Что Сказали Мудрецы Что Тот Кто Гневается В сердце Своем Как будто Служит Идолом Мы Видим Что В момент Стресса Каждый Человек Теряет Связь Со Всевышним То есть Это Как Как Знаете Включаются Вот эти Вот Инстинкты Бей Беди Замри И В момент Гнева Это Ярость Это Бей В момент В момент Обиды Например Какой-то Часто Человек Бывает Он Убегает Он Уходит Как улитка В свою Реальность Убегает Кто-то Замирает Его Вообще Парализуют И он Теряет Способность Управлять Собой Но Есть Способы То Что мы Должны В принципе Для себя Выучить Что есть Способы Взаимодействия С Реальностью Другие Благодарность Молитва Постановка Цели Действия То есть Человек Если он Верит На сто Процентов Что Всевышний Хочет ему Только добра Во всех Ситуациях Если его Задача Во всех Ситуациях Понять Волю Всевышнего То Это Как Передний Привод Который Может Его Вырулить Из Любой Ямы Мне кажется Что Это Тот Урок Который Мы Можем Выучить Сегодня Из Этой Недельной Главы Из Его Создатели Переп Ну Они Специально Как-то С ним Поработали Обучили Его Присоединили Его К еврейским Ко всем Источникам То есть К Торе И можно Задавать Вопросы Называется RAV AI RAV Искусственный Интеллект Можно Задавать Вопросы По Торе Я Сегодня В Айкре В нашем Канале Сброшу На него Ссылочку Что Вы Могли Им Попользоваться Огромное Удовольствие Он Отвечает На вопросы С позиции Торы И указывает Первоисточники На которые Потом Можно Зайти Посмотреть Изучить То есть Прямо Очень Я пока Места Там Попробовал Пару Вопросов Ему Задал Очень Очень Интересная Разработка Спасибо Создателям Значит Они сделали Мне кажется Это очень важно Большое дело Для тех Людей Которые Хотят Понять Именно Точку Зрения Торы На Разные Вопросы Именно С источниками Потому что Наша Какая Проблема Когда Мы Говорим Ну вот Я сейчас Узнаю Про Тору Открываем Ютуб Открывается Ицхак Ицхак Вроде Сидит Такой Ну Не Бритый Вроде Типа На голове А Вы же Не знаете Насколько Насколько Тора Которую Я Рассказываю Она Действительно Оригинал Потому что Те люди Которые Именно Сто Процентов Они Изучают И соблюдают Тору Они Максимально Отдаляются От Внешнего Мира Который Живет По законам Не Торы Для того Чтобы Не Запачкаться Скажем так Потому что Любое Мы знаем Уже Любое Мировоззрение Оно Передается С тем Поведешься Того и Наберешься И Те люди Которые Я Я видел Один канал На английском Сиди Человек Вот он Одет Еврей Религиозный Вообще Вот с такими Пейсами С бородой С типой Все время В Толите Но с виду Цадик А то что он Говорит Тексты Это идет В прямую Вообще В прямую Он как раз Чем хорош Он дает Сразу вам Источники То есть вы можете Посмотреть в книге Торы Всегда написано Какой отрывок Кто сказал Где сказал И когда Когда вы Сами лично Можете посмотреть Источники Это совсем другое Дело Вот это как раз Тора Хорошо Глава Двадцатое Мишли Сегодня Двадцатое Число Начинается С отрывка Про алкоголь Говорит Царь Соломон Так Что Лец Аяин Вино Вызывает у человека На смешничество Омэ шехар И Животное Превращает Крепкий алкоголь Выколь шо гэбо И каждый Кто к нему Приучается Привыкает К нему Ло их кам Он не станет Мудрецом Я хотел остановиться На этом отрывке Более подробно Вот смотрите Значит Из того что я помню В Мишли Царь Соломон Говорит Про вино Есть еще В 31 главе В 31 главе Он говорит Значит 10 отрывок 31 главы Сейчас Значит Не 10 Говорит он Так 4 отрывок Не надо царям Пить вино И знающим тайны Не надо пить Крепкие алкогольные напитки Может быть Они Может выпьет И забудет Законы Хукак Это как раз В первую очередь Он забудет Постановления Которые Надо просто Соблюдать Без Без Просто Из-за силы Веры Когда человек Выпивает У него Сносит ему Башню Царь Он Он же Все время Судит людей И он Ошибется В суде И дальше Говорит Царь Соломон 6 отрывок Очень интересная Вечь Дайте Крепкий Алкогольный Напиток Тому Кто потерялся Леовет Тому Кто Овет Это тот Кто Потерялся Человек Потерялся В жизни Иногда Люди Настолько Потерянные Не знают Что делать Что приходит Мысль Убить себя Не дай бог Да То есть Настолько Они потерялись Так он Говорит Дайте Крепкий Алкогольный Напиток Тому Кто Потерялся И вино Дайте Тем Кому Грузно Грустно Вино Надо давать Тем Кому Морей Нефеш У кого Горько На душе Зачем Иштеве Ишкакрэйшо Он Выпит И забудет Свою Бедность И Трудь Его Не будет Он Помнить Дальше Не будет Помнить Значит А здесь Мы учим Двадцатая Глава Что Говорится Нам В двадцатой Главе Первый Отрывок Он Говорит Нам Здесь Так В двадцатой Главе Первый Отрывок Что Значит Вино Вызывает Насмешничество А крепкий Алкогольный Напиток Он Превращает В животное И тот Кто Пьет Много Он Не Помудреет Не станет Мудрым То есть Он не Приобретет Божественную Мудрость Теперь Что это значит С точки зрения Обычной Жизненной Психологии Значит Вино Мы видим Что Если его выпивают Чуть Оно Поднимает Настроение Дайте вино Тем кому Грустно Здесь В двадцатом Отрывке Вино Вызывает Насмешничество Следующий Этап После того Как тебе Весело Ты начинаешь Насмехаться То есть Есть некая Шкала Вот Человеку Грустно Дайте ему Вино Выпил он Вина Ему стало Веселее Дали ему Еще стакан Вина Он становится Насмешник Начинает Насмехаться Дальше Другой Он потерялся Потерялся Значит Есть люди Вот он Все Я не знаю Что мне делать Все Как мне жить То То есть Он потерялся Дайте ему Стакан водки Он такой И у него Все его Вот эти вот Мысли В которых он Потерялся Руминация Есть такой В психологии Термин Когда человек Зацикливается На каких-то Мыслях И он из них Не может выйти Выпивает он Стакан водки Водка Сносит ему Операционную систему Он превращается В животное Он значит Поесть Поспать То есть Ну животные Тоже разные Бывают Бывают хищные Бывают там Ползучие Бывают Еще какие-то Но фактом Является то Что алкоголь Крепкий Он сносит ему Его вот эту вот Руминацию Его мысли В которых он Потерялся Теперь Что дальше Если человек Реально потерялся Так ему лучше Вернуться в состояние Животное Которое не мыслит А только чувствует Но дальше Когда Проходит действие Алкоголя Вот этот момент Что дальше Если он дальше Продолжает Говорит нам 20 отрывок Он никогда Не приобретет Божественную мудрость То есть Человек Который изучает Тору Он устанавливает Себе новое Программное обеспечение Как действовать В разных Жизненных ситуациях И это знание Оно построено Не на предположениях Людей Это знание Построено На знания От пророков Как Всевышний Сказал Что такое добро Что такое зло И изучая Тору Человек поднимается На уровень Первого человека До греха До того Как он съел Дерево Познание добра и зла И включил Своё воображение И начал придумывать Себе Что такое добро Что такое зло Что такое правильно Что такое неправильно Что я хочу Что не хочу И так далее Это всё Сила воображения Это всё Иллюзия Это всё Дримс Да Только бывают Дримс во сне Сны во сне Человек во сне У него что-то с ним происходит Снится А большинство людей Живёт во сне Наяву Они бредят То есть у них Холомот Надо так Надо так Тот сказал то Тот сказал то Человек запутанный В своих снах Он может в них Потеряться Если эти сны Вдруг он попал В ужасный сон Может человек Попасть в очень Позитивный сон Я недавно Там Разговаривал С одним человеком Он очень Позитивный Мега Позитивный Просто Гипер Позитивный И у него От этого в жизни Одни неприятности Потому что Он из-за Позитивизма Своего Вступает В какие-то Совершенно Неправильные То есть Бесстрашные Вообще Он думает Что всё будет Хорошо Потом Когда у него Плохо Попадает В неприятности Он вместо того Чтобы извлечь урок Он говорит Это к лучшему Это Всевышний Меня спас Хорошо Что там Только покалечился А мог бы умереть Хорошо Что только Обокрали А могли убить Всё ему хорошо Но он При этом Продолжает Совершать Те же самые Ошибки Которые совершал Жить в абсолютно Неработающей Неправильной системе Что такое Хорошо Что такое Плохо Что правильно Неправильно И попадает Всё больше И больше Неприятности Поэтому Поэтому Нужна Очень важна Карта Глобально Где я Кто я Что я И если эту карту Взять из Торы Тогда тебе Всё понятно Дальше Как надо действовать Что такое Хорошо Что такое Плохо Что правильно Что неправильно Что добро Что зло Ты устанавливаешь Карту И по этой карте Ты двигаешься Ставя цели Которые соответствуют Мировоззрению Торы И тогда твоя жизнь Будет выстроена С Божьей помощью Идеально Чего мы все Хотим И друг другу Желаем Молимся Чтобы у всех Хороших Добрых людей Которые стремятся Познать волю Всевышнего И выполнить её Чтобы у них было Всё хорошо В жизни В здоровье В благополучии В семье В деньгах Во всём Это Все мы молимся За добрых Хороших людей А злые Плохие люди Которые Идут против Всевышнего Чтобы они Друг друга Сами же Поуничтожали Или стали Добрыми Хорошими Всегда можно Очиститься Всегда можно Раскаяться Всегда можно Нажать кнопку Резет Вернуться К заводским Установкам И начать С чистого листа Новый путь в жизни Приобретая Божественную мудрость Всё Всем удачи Успехов До завтра Завтра с Божьей помощью В 10 утра Продолжаем Постигать Божественную мудрость На платформе Вайкра Можно мои уроки Смотреть Можно самому Инициировать уроки Проводить уроки Поддерживать уроки Распространять уроки Включайтесь Деятельность По Выполнению Воли Бога Она Дает Очень много Бонусов Когда вам нужно Что-то Что вы хотите Чтобы у вас было в жизни Всё Удачи Успехов Счастливо Божественную мудрость Божественную мудрость Божественную мудрость